Здравствуйте! Это программа «Инсайд», где мы рассказываем и показываем то, что скрыто от глаз болельщиков и даже журналистов в сегодняшнем выпуске. Сборы 2.0. Как команда готовится к предстоящему чемпионату? В общем, все идет по плану. Самое главное – подготовиться к первым официальным матчам без травм. Ты куда пропал? История возвращения Олега Баклова. По срокам очень долго придется так работать, чтобы вернуться назад на поле. И я тебя насквозь вижу. Насколько хорошо Алексей Евсеев и Вячеслав Подберезкин знают друг друга. Ой, я тебя знаю четко, не я честно? Вообще, я сейчас четко. Ну, потому что мы кинты с тобой, честно, видишь? У нашей команды сейчас буквально армейский распорядок. Подъем, завтрак, тренировка, обеденный сон, непосредственно обед, снова тренировка и дальше ужин. Согласитесь, не самое приятное расписание, но от этого никуда не деться. Команда продолжает подготовку к предстоящему чемпионату и в чем она заключается в нашем первом материале. Настроение хорошее. Вот эти два дня паузы, ну, нехорошо так мы успели отдохнуть. Ну, лично я успел отдохнуть. Вот, сейчас я думаю, что уклон будет больше на тактику. Все-таки нужно налаживать игровые взаимодействия. Вот, и уже скоро чемпионат. Сейчас ключевые игры, надо в них сыграть по 90 минут. Вот, получить дополнительную еще и нагрузку. Вот, ну, все как всегда, в общем, тактика, физика, налаживание игровых взаимодействий. Ну, 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 он не должен скакать, он должен катиться качественно. Зато железно. Ну что, пошли в движение, ребят, пошли двигать. Состояние, в общем, целое рабочее. Сборы всегда, так сказать, неприятно, нужно немножко потерпеть. Но, в целом, все проходит хорошо. Мы в Екатеринбурге, у нас все условия для тренировочного процесса и хорошие спарринги. Поэтому, думаю, в общем, все идет по плану. Самое главное – подготовиться к первым официальным матчам, без травм, ждать хорошего начала сезона. Самое сложное для меня? Ну, вот, наверное, нет ничего сложного. Уже, наверное, все привычно, уже все обыденно. Потому что, наверное, я уже не первый, я надеюсь, не последний сбор в моей карьере. Поэтому, все стандартно. Две тренировки в день, когда одна, также товарищеские матчи. Поэтому, сложного здесь ничего нет. Самое главное – избежать травм, креек-то маленьких повреждений микро. Готовиться, набирать форму, наигрывать связи. Потому что в команде есть новый футболист. Думаю, сложного для меня ничего нет. Вот, сыграли две игры. Сейчас, я думаю, побольше с мячом будет. Все равно каких-то тактических упражнений. Про адаптацию, да блин. Я тут много кого знал. В принципе, для меня адаптация легко прошла. В любом случае, этот город для меня родной. Так что, можно сказать так. А под руководством Игоря Михайловича, ну, свои требования, к которым нужно привыкать. Сейчас там показывают теории, слушать главное. И потом уже на поле, там, внимательно тоже следить за своими действиями. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Он сошел со всех футбольных радаров около двух лет назад. Олег Баклов все-таки существует и продолжает свое восстановление после травм. О том, что у него были за повреждения и какая работа сейчас проходит в нашем следующем материале. Заболело колено. Пытались консервативно вылечить. Очень долго работал в зале. В итоге не получилось. И с медицинским штабом приняли решение операцию делать. Повторно. И вот сейчас восстанавливаюсь. Очень продолжительное по времени и по срокам. Очень долго придется так работать, чтобы вернуться назад на поле. К осени буду готов. В целом все сложно. Конечно, от этапа к этапу двигаемся. Когда пройдет времени побольше после операции, начнется уже работа посерьезнее. Тонус мышц возвращаем. Потому что при операциях они очень сильно, так сказать, подсыхают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вам понравилось это видео, кликайте на вот такой значок под ним, подписывайтесь на клубный YouTube канал и следите за обновлением контента. Их нельзя назвать братьями, просто они очень хорошие знакомые. Вячеслав Подберезкин и Алексей Евсеев мне, Поля, проводят вместе очень много времени. И мы узнали, насколько хорошо они знают друг друга. В нашей рубрике «Я тебя знаю» полузащитники рассказывают и раскрывают факты друг о друге. Какого числа у Евса день рождения? Прям полностью дата. Вообще без понятия. Брат, когда у тебя день рождения? А? Ну скажи. Я не знаю, что написать. Ну ладно, у меня есть ответ. Ну номер, ты же про номер спрашиваешь. Ну не, был в прошлом. Ты же спрашиваешь? Покажи. А у тебя реально в марте шли ружья? Все, ладно, поехали дальше. Какой рост, Плав? А где это как? В Википедии написано. А я могу с половиной написать? Только ты в сантиметрах пишешь. А я с половиной вану писать? Нет. Можем показывать? 188, да, написал? Да. Да? Я хотел 188 сначала написать. Ну ладно, 188. Ну 187 тоже нормально. Где-то 178, 188. И она на носочках просто встает. А, все, все нормально. То есть получается я угадал. 20, 20, 20, веду. Код 20, я там тоже угадал, ты не видел, что я там написал. Я ничего не писал. Как зовут детей Евса? Блин, я вообще без понятия. Евс, ну скажи. Я забыл, реально, блин. Жену помнишь, как зовут? Марина, да? Ну вот там производная. Я вот помню, что-то такое, а вот не помню производную. Ну ладно, я давай младшую Марика зовут. А вот старшую сам. Марика? Да, младшую. А вот старшую сам подумай. Производная, это Марина. А, все, я вспомнил. Ну давай, ладно, я угадал. Давай. Ой, я тебя знаю четко, нет, честно. Вообще, если четко. Потому что мы кинты с тобой, честно, Грех, видишь? Твой вопрос. Какая у Славы любимая страна для отдыха? Ну, блин, так не на самом деле тяжело сказать. Давай, что я готов? Что у тебя там? Мальдивы, да, мы тоже в Мальдивы. Смотри, веду уже, веду, веду пока. Те легче вопрос, честно говоря, мне кажется, нет? Ну вот сейчас самый простой вопрос, на него все знают ответ. Любимый музыкальный исполнитель Евса. Да я понятия не имею, блин. У него все сопли, миры, которые все слушают. Нет, мы брали интервью у него, он сказал прям вот единственное. Егорка Шип. Егор Шип, да? Ну это не то, что любимый исполнитель. Это просто человек, у которого все песни хорошие. То есть я, может, я отслужу, там, руки вверх Иванушки. Что, угадал? Ну, я не знаю, только его так мог назвать. Какому клубу Слава забил на сегодня последний гол за Урал? Давай, готов. Да, на третьей минуте. Надо было тут сказать. Сейчас я помню. Кому Евс забил свой первый гол за Урал? Первый гол за Урал? А почему ему легкий вопрос, а мне тяжело. Я откуда знаю, кому он забил первый гол за Урал. А последний помнишь? Сочи, да, наверное? Я помню, ты Амкару забивал, но я не знаю, первый был, а не первый. А, нет. Туле ты забил, но Туле точно ты не первый. Туле ты не первый забил, Амкар раньше был. Мне казалось, что там Амкар был этот. Да нет. А, Лондон? Ну все, последний вопрос. Во сколько лет Слава начал заниматься футболом? А я сам не знаю. Он до этого в Дартс играл. Ну, брат, я не знаю, честно. Мне кажется, вот так, я вообще не помню. Сейчас, подожди. Я вот так вот думаю. Сколько? В 6, брат, я пошел кунцам. В 6 сколько? Да. Видишь, брат, я тебе говорю, что я... Вот я тебе говорю, так и получилось. Ты написал 6, а я написал 9. Вот так и получилось. По итогам. Мощнейшего матча зафиксирована ничья. Если вам понравилось это видео, кликайте на вот такой значок под ним. Подписывайтесь на клубный YouTube канал, следите за обновлением контента. Это была программа Insight. До встречи на просторах интернета. Субтитры сделал DimaTorzok